В западных странах отвлечения подстерегают нас буквально повсюду. Как оставаться сфокусированным в повседневной жизни и наилучшим образом воспринять то, что предлагается? Отвлекающие факторы есть не только на Западе. Для того, кто захочет отвлечься, они найдутся везде. Не только на Западе. И не только сегодня. Люди отвлекались и тысячу лет назад, поверьте. Не думайте, что тысячу лет назад все были сфокусированы и замечательны. Нет. Они были не лучше вас и не хуже вас. У них тоже был свой хэнгаут для небольших групп. Сегодня же нам доступна хэнгаут-трансляция на весь мир. Итак, что конкретно я должен сделать, чтобы сосредоточиться и получить то, что предлагается? Все очень просто. Напомните себе, когда проснете завтра утром, просто проверьте. Вы живы? Потому что каждый день на этой планете умирает более миллиона человек. Вы проснулись утром. На миллионы не проснутся, поверьте. Вы проснулись. Проверьте, вы все еще здесь? Здорово, не так ли? Вы все еще живы? Вы можете хотя бы улыбнуться? О, я все еще жив. Здорово. Просто проверьте, живы ли те 3, 4, 5 человек, которые вам близки? Потому что если миллион человек умерли, значит, как минимум 10 миллионов потеряли кого-то, кто им дорог, не так ли? Так что все те, кто по-настоящему дорог вам, живы. Вы живы. Отличный день, не так ли? Не стоит это недооценивать. Это не шутки. Я напоминаю вам об этом. Потому что большинство из вас думают, что умирают только другие люди. Умирают другие, не я. Нет, нет. И я, и вы когда-нибудь умрем. Садхгуру, я задаю духовный вопрос, а вы говорите о таких мрачных вещах. Ничего мрачного в этом нет. Смерть — это нечто общее, что есть между всеми нами. Не так ли? Да? Не имеет значения, будь вы черными, белыми, синими, желтыми, кто бы вы ни были, мужчины, женщины, или кто-то из других шести полов. кто бы вы ни были. Один общий знаменатель среди всех нас — однажды мы умрем. Посмотрите, насколько смерть универсальна. Только когда вы напоминаете себе, что вы смертны, только тогда желание познать что-то за пределами вашего физического существования становится активным процессом. вы становитесь фосфоримчивыми, только когда понимаете, что тело, которое вы несете, психологическая драма, которую вы переживаете, — всё это происходит. Но однажды всё закончится. С лёгкостью, поверьте мне, вам просто нужно подождать. Видите ли, вам не нужно делать ничего конкретного для того, чтобы добиться смерти. Нужно просто подождать. Это справедливо как для вас, так и для других людей. Некоторые говорят, «Садгуру, этот человек мой враг, я его терпеть не могу». Я отвечаю, «Просто подождите». Вам не нужно ни о чём беспокоиться. Просто подождите. Вы избавитесь от него, так или иначе. Либо он умрет, либо вы. Так что каждый час проверяйте. Сейчас 7.30. Я всё ещё жив. Здорово. Знаете, сколько людей умерло на этой планете сегодня с 6.30 до 7.30? «Но не я». Но не я. Если вы постоянно осознаёте, что вы смертны, вы станете на 100% открыты духовному измерению того, кем вы являетесь. Вы знаете это на интеллектуальном уровне. «Но по вашим ощущениям, вы бессмертны». Судя по количеству обуви, которую вы накупили, похоже, что вы собираетесь жить 10 тысяч лет. Когда я вижу, какое количество одежды и обуви покупают некоторые люди, мне кажется, что они планируют прожить тысячу или 10 тысяч лет. Нет. Это короткая жизнь. Если вы знаете, что жизнь коротка, и вы определённо смертны, мы постараемся растянуть её с помощью йоги. Мы постараемся растянуть её и сделать немного длиннее. Но в любом случае вы умрёте. Если вы осознаёте это в каждый момент своей жизни, вначале это может показаться трудным, но напоминайте себе каждую минуту, что я смертен. Когда-нибудь я умру. И, возможно, сегодня. Примите смерть. Тогда желание познать то, что находится за пределами этой физической природы, взорвётся внутри вас. Как только появляется это желание, вы становитесь на 100% восприимчивыми ко всему тому, что представляю я. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok